приветствую вас в мини курсе по html css и в вводном уроке я бы хотел вам рассказать программу данного курса да что мы получим для кого вообще данный мини курс какова его программа ну и так в целом немножко рассказать во второй части что такое все таки html css и как бы для чего они вообще в целом нужны возможно для кого-то данная даже информация тоже может быть полезно и так значит курс направлен на новичков которые принципе так особо не знают вообще да что такое html что такое css как бы да для чего он нужен то есть самые самые основы как назначать теги как использовать как потом дальнейшем мы будем уже назначать стили все это естественно будет сопровождаться практическими примерами все будет поясняться на конкретных примерах в конце уроков будут скажем так домашние задания да не домашние задания задания для самостоятельного выполнения просто нас будут ждать в данном курсе да чтобы не только слушали теорию но и могли самостоятельно закрепить ее на скажем так практике и как итог всего данного курса после того как мы изучим основы html основы css мы с вами сверстаем в практической части уже данного курса вот такой небольшой макетик html да ну и в принципе в последующем я покажу как его можно такой простой как бы html такой сайтик несколько страничный сделать делается это все из картинки формате psd то есть формат для photoshop а когда мы дойдем до практической части я более подробно на этом остановлюсь но факт того что такую вот страничку такой принципе да сайте к мы с вами будем состоянии сделать после того как пройдем данный курс и принципе дальше уже обозначим себе задел куда двигаться дальше что дальше изучать и скажем куда и как развиваться сайтик видите да что не очень он такой сложный не очень навороченный но он вполне себе симпатичный позволит нам закрепить все что мы узнаем попробовать на практике многие вещи поверьте мне на практике они немножко выглядят сложнее чем в теоретической части до некоторые вещи которые особенно css касаются все это посмотрим как говорится на практике попробуем потрогаем и применим далее значит те кто прям вот собирается сразу в бой да может заканчивать данный урок и переходить к следующему уроку а я же пока просто поясню да какую роль html css да в принципе занимает на этапе пути разработки сайтов что вообще такое html за что он отвечает и что такое css за что отвечает соответственно css итак изначально сайт разрабатывается дизайн сайта опять-таки здесь тоже подробно не останавливалась на самом деле там эскиз прототип там дизайн тоже в себя включает несколько этапов но будем такие брать конечные точки допустим вот есть у нас дизайн нарисованный в программе photoshop чаще всего это все таки photoshop да файл формата psd значит раскладывается по слоям вот так здесь все сделано по слоям то есть если нам что-то надо мы можем что-то включить допустим логотип да отключить взять его например вырезать вот так как картинку небольшую да соответственно вставить в нашу html страницу и вот как бы это будет наше изображение нашего логотипа то есть но это опять таки там чуть попозже мы с вами все посмотрим да значит из фотошоповского макета из картинки да грубо говоря мы переходим к верстке то есть как раз таки данную страницу мы переводим не страницу данную картинку мы переводим в html страницу как раз таки средствами html css мы получаем с вами да вот такую вот уже html страницу причем что если мы возьмем на нажмем вот правой кнопкой мыши посмотрим исходный код страницы мы увидим исходный код это именно html ный код то есть html он складывается из так называемых тегов до которые вот заключены в уголок некоторые теги имеют закрывающиеся теги до некоторые закрывающихся тегов не имеют если вот например ну давайте посмотрим вот тег а ссылка да это тег ссылки вот он как бы открылся вот здесь вот он закрылся значит вот так ну это мы все изучим да вот значит он открылся вот здесь вот он закрылся то есть синтаксисом html мы посмотрим но здесь нужно понимать что это всего лишь как бы разметка мы видим то что здесь кода абсолютно немного стиле css они чаще всего и лучше всего они подключаются из отдельного файла и описываются в отдельном файле а значит такой конструкции подключаются они к нашей html странице эта строчка у нас подключает css файл в стиле css к нашей вот html странице выглядит это примерно вот так опять-таки все что это обозначает там означает все конструкции там и правила синтакси со всем и изучим но здесь нужно понимать что html это разметка от css это оформление то есть если у нас html говорит что у нас должна быть вот картинка логотипа у нас должно быть меню подменю у нас должна быть вот еще картинка да вот такая большая и далее должны быть допустим два блока блок основного содержимого и блок сайт бара до правой колонки и блок футера то есть подвал сайта то css говорит как раз таки что логотип должен быть выровнен по центру на что меню должно располагаться в один ряд иметь под собой голубую такую вот да линию то что там допустим размер шрифта сам шрифт и цвет текста у нас должен быть вот именно такого серого цвета за это все отвечает css html он только лишь располагает вот я сейчас у меня есть некоторые инструменты да я отключу css вот так вот страница выглядит с отключенным файлом css то есть без стилей на чистом html то есть просто размеченная страница до логически то есть один заголовок второй заголовок картинка вот как бы наше меню логотип все есть да но когда подключается css все становится красивым оформленным когда-то и хорошим к восприятию и гармоничным то есть все как и задумывалось по дизайну вот собственно что в себя включает html css и для чего нужен далее соответственно данная верстка она либо там программируется на php либо готовый движок либо на какой-то самописный свой собственный на чтобы можно было автоматически там страницы редактировать добавлять исправлять потому что из допустим вот из исходного кода страницы правильно не совсем удобно то есть в файлах html до ковыряться и делать какие-то правки поэтому там все происходит автоматически через системы управления опять-таки там либо готовые наиболее популярны этот wordpress joomla drupal там на сегодняшний день да значит ну либо какие-то там самописные ну по ходу курса мы познакомимся да с html css подробно рассмотрим вон что к чему как бы давним и для чего он применяется вы поймете еще больше пока это была вот лишь такая примерно вводная информация да вот вообще что это что это такое и с чем это едят спасибо за внимание значит данный урок буду заканчивать жду вас в следующем уроке где мы уже будем потихонечку переходить к коду